Легкая атлетика, пожалуй, самый естественный и доступный вид спорта. Несмотря на то, что эта дисциплина берет свое начало из детской забавы, основу спортивной программы Олимпийских игр составляет именно легкоатлетические виды спорта. 18 июня стадион Бреский встречал самых активных легкоатлетов в возрасте до 12 лет. В надежде на то, что, может быть, эти первые детские легкоатлетические старты будут способствовать тому, что со временем они полюбят этот вид спорта, легкую атлетику. И, конечно, прославят нашу страну и добьются, может быть, высоких результатов. Открытие детского турнира поддержали легендарные брещанки Татьяна Ледовская и белая молния Юлия Нестеренко. Олимпийские чемпионки уже достигли вершин спортивной карьеры и сейчас, оглядываясь на большой спорт, звезды делятся опытом и радостью за маленьких легкоатлетов. Самое главное, чтобы победить успеха, это все-таки цель. И вот, как говорили в фильме «Чародеи», видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Но сегодняшним участникам соревнований, конечно, хочется пожелать всем побед. Побед маленьких и больших, над собой, над соперником. В общем, каких-то маленьких преодолений, трудностей. Спортсмены из восьми команд на Брестском стадионе соревновались в прыжках и метании, беге на средние и длинные дистанции. Для ребят легкоатлетические упражнения – это в первую очередь способ провести свободное время. И только во вторую – соревнования. Но легкая атлетика сегодня остается самым перспективным видом спорта. Этот проект в мире направлен на то, чтобы привлечь детей заниматься легкоатлетикой. Просто показать, что легкая атлетика – это не какой-то неинтересный вид спорта, а что для детей он может быть интересным и захватывающим. Сегодня, когда серьезное занятие спорта может стать для человека основной профессией, многие родители стремятся отдать детей в такой вид спорта, который сможет обеспечивать их в дальнейшем. Не секрет, что самыми доходными видами спорта на сегодняшний день являются теннис, футбол, хоккей, фигурное катание. Однако легкая атлетика также может приносить весьма неплохие деньги. А главное – здоровое тело, как в местилище чистого духа.